Обитаемый остров. Аркадий и Борис Тругацкие. Часть первая. Робинзон. Глава первая. Читает Павел Беседин. Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел на небо. Небо здесь было низкое, какое-то твердое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров. Настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая. Твердь эта, несомненно, опиралась на могучие плечи местного Атланта и равномерно фосфораспировала. Максим поискал в зените дыру, пробитую кораблем, но дыры там не было. Там расплылось только две большие черные кляксы, словно капли души в воде. Максим распахнул люк настиж и соскочил в высокую сухую траву. Воздух был горячий, густой, пахло пылью, старым железом, раздавленной зеленью, жизнью. Семертью тоже пахло, давней, непонятной. Трава была по пояс. Неподалеку темнели заросли кустарника. Торчали кое-как унылые кривоватые деревья. Было почти светло, как в яркую лунную ночь на земле, но не было лунных теней и не было лунной туманной голубизны. Все было серое, пыльное, плоское. Корабль стоял на дне огромной котловины с пологими склонами. Местность вокруг заметно поднималась к размытому неясному горизонту. И это было странно, потому что где-то рядом текла река, большая спокойная, текла на запад, вверх по склону котловины. Максим обошел корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы ударов там, где и ожидал. Глубокая неприятная вмятина под индикаторным кольцом. Это когда корабль внезапно подбросила и завалила на бок. Так что киберпилот обиделся, и Максиму пришлось спешно перехватить управление. И зазубрино возле правого зрачка, это 10 секунд спустя, когда корабль положила на нос, и он окривел. Максим снова посмотрел в зенит. Черные кляксы были теперь еле видны. Метеоритная атака в стратосфере вероятность 0,00. Но ведь всякое, возможно, событие когда-нибудь, да, случается. Максим просунулся в кабину, переключил управление на авторемонт, задействовал экспресс-лабораторию и направился к реке. Приключения, конечно, но все равно рутина. Скука. У нас в ГСП даже приключения рутинные. Метеоритная атака, лучевая атака, авария при посадке, авария при посадке, метеорическая атака, лучевая атака, приключения тела. Высокая ломкая трава шуршала и хрустела под ногами. Колючие семена впивались в шорты. Зудящим звоном налетала туча какой-то мошкары. Потолкалась перед лицом и отстала. Взрослые солидные люди в группу свободного поиска не идут. У них свои взрослые солидные дела. И они знают, что все эти чужие планеты в сущности своей достаточно однообразны и утомительны. Однообразно-утомительны. Утомительно-однообразны. Конечно, если тебе 20 лет, если ты ничего толком не имеешь, если ты толком не знаешь, что тебе хотелось бы иметь, если ты не научился еще ценить свое главное достояние – время, если у тебя нет и не предвидится каких-либо особых талантов, если доминантное твоего существа в 20 лет, как и в 10 лет назад, остается не голова, а руки и ноги, если ты настолько примитивен, что воображаешь, будто на неизвестных планетах можно отыскать некую драгоценность, невозможную на Земле, если, если, если. Но тогда… Конечно. Тогда бери каталог, раскрывай его на любой странице, ткни пальцем в любую строчку и лети себе, открывая планету. Называй ее собственным именем, определяй физические характеристики, сражайся с чудовищами. Буди такие найдутся. Вступай в контакты. Буди найдутся с кем? Робинзонь помаленьку. Буди никому не обнаружишь. И не то, чтобы все это напрасно. Тебя поблагодарят. Тебе скажут, что ты внес посильный вклад. Тебя вызовет для подробного разговора какой-нибудь видный специалист. Школьники, особо отстающие и непременно младших классов, будут взирать на тебя с почтительностью. Но учитель при встрече спросит только «Ты все еще в ГСП?» И переведет разговор на другую тему. И лицо у него будет виноватым, печальным. Потому что ответственность за то, что ты все еще в ГСП, он берет на себя. А отец скажет «Хммм». И неуверенно предложит тебе место лаборанта. А мама скажет «Максик, но ведь ты неплохо рисовал в детстве». А Петер скажет «Сколько можно? Хватит срамиться». А Дженни скажет «Познакомься, это мой муж». И все будут правы. Все. Кроме тебя. И ты вернешься в управление ГСП. И стараясь не глядеть на двух таких же остолопов, роющихся в каталогах у соседнего стеллажа, возьмешь очередной том, откроешь наугад страницу и ткнешь пальцем. Прежде чем спуститься по обрыву к реке, Максим оглянулся. Позади топорщилась, распрямляясь, примятая им трава, черенели на фоне неба корявые деревья. И светился маленький кружок раскрытого люка. Все это было привычно. «Ну и ладно», – сказал он себе, – «но и пусть. Хорошо бы найти цивилизацию мощную, древнюю, мудрую и человеческую». Он спустился к воде. Река действительно была большая, медленная. И простым глазом было видно, как она спускается с востока и поднимается на запад. Рефракция здесь, однако, чудовищная. И видно было, что другой берег пологий и зарос густым тростником. А в километре вверх по течению торчат из воды какие-то столбы и кривые балки. Перекошенные решетчатые фермы, мохнатые от вьющихся растений. «Цивилизация?» – подумал Максим без особенного азарта. Вокруг чувствовалось много железа и еще что-то чувствовалось неприятное, душное. И когда Максим зачерпнул горстью в воду, он понял, что это радиация, довольно сильная, зловредная. Река несла с востока радиоактивные вещества. И Максиму стало ясно, что проку от этой цивилизации будет немного. Что это, опять же, то, что контакта лучше и не затевать. А надо проделать стандартные анализы, раза два незаметно облететь планету по экватору и убираться в освоясье. А на Земле передать материалы серьезным, многоповидавшим дядям из Союза Галактической Безопасности. И поскорее забыть обо всем. Забыть обо всем! Он брезгливо оттряхнул пальцы и вытер их о песок. Потом присел на корточки, задумался. Он попытался представить себе жителей этой планеты. Вряд ли благополучной планеты. Где-то за лесами был город. Вряд ли благополучный город. Грязные заводы, дряхлые реакторы, сбрасывающие в реку радиоактивные помои. Некрасивые, дикие дома, под железными крышами, много стен и мало окон. Грязные промежутки между домами, заваленные отбросами и трупами домашних животных. Большой ров вокруг города и подъемные мосты. Хотя нет. Это было до реакторов. И люди. Он попытался представить себе этих людей. Но не смог. Он знал только, что на них очень многое надето. Они были прямо-таки запакованы в толстую грубую материю. И у них были высокие белые воротнички, натирающие подбородок. Потом он увидел следы на песке. Это были следы босых ног. Кто-то спустился с обрыва и ушел в реку. Кто-то с большими широкими ступнями. Тяжелый, косолапый, неуклюжий, несомненно гуманоид. Но на ногах у него было по шесть пальцев. По становой кряхтя, сполз с обрыва, проковылял по песку, с плеском погрузился в радиоактивные воды и, фыркая и храпя, поплыл на другой берег, в тростники, не снимая высокого белого воротничка. Яркая голубая вспышка озарила все вокруг. Словно ударила молния. И сейчас же над обрывом загрохотала, зашипела, затрещала огненным треском. Максим скачил. По обрыву сыпалась сухая земля. Что-то с опасным визгом пронеслось в небе и упало посредине реки, подняв фонтан брызг в перемешку с белым паром. Максим торопливо побежал вверх по обрыву. Он уже знал, что случилось, только не понимал, почему. И он не удивился, когда увидел на том месте, где только что стоял корабль, клубящийся столб раскаленного дыма. Гигантским штопором уходящий в фосфорическую небесную твердь. Корабль лопнул. Лиловым светом полыхала керамическая скорлупа. Весело горела сухая трава вокруг. Пылал кустарник. И занимались дымными огоньками корявые деревья. Яростный жар бил в лицо. И Максим заслонился ладонью и попятился вдоль обрыва. На шаг, потом еще на шаг, потом еще и еще. Он пятился, не отрывая слезящихся глаз от этого великолепной красоты жаркого факела, сыплющего багровыми и зелеными искрами. От этого внезапного вулкана, от бессмысленного буйства распоявшейся энергии. Да, она страшная энергия. Нет. Отчего же? Потеряно думал он. Явилась большая обезьяна. Видит, меня нет. Забралась внутрь. Подняла палубу. Сам я не знаю, как это делается. Но она сообразила, сообразительная такая была обезьяна, шестипалая. Подняла, значит, палубу, на палубу поднялась. Что там в кораблях под палубой? Словом, нашла она аккумуляторы, взяла большой камень и трах. Очень большой камень. Тонны в три весом и с размаху. Здоровенная такая обезьяна. Доконала она все-таки мой корабль своими булыжниками. Два раза в стратосфере и вот здесь. Удивительная история. Такого, кажется, еще не бывало. Что же мне, однако, теперь делать? Хватится меня, конечно, скоро. Но даже когда хватится, то вряд ли подумает, что такое возможно. Корабль погиб, а пилот сел. Что ж теперь будет? Мама, отец, учитель. Он повернулся спиной к пожару и пошел прочь. Он быстро шел вдоль реки. Все вокруг было озарено красным светом. Впереди металась, сокращаясь и вытягиваясь, его тень на траве. Справа начался лес. Редкий, пахнущий прелью. Трава сделалась мягкой, влажной. Две большие ночные птицы шумом вырвались из-под ног и низко над водой потянули на ту сторону. Он мельком подумал, что огонь может нагнать его, и тогда придется уходить вплавь, и это будет неприятно. Но красный свет вдруг померк и погас совсем. И он понял, что противопожарные устройства, в отличие от него, разобрались все-таки, что к чему, и выполнили свое назначение. С присущей им тщательностью. Он живо представил себе закопченные, оплавившиеся баллоны, нелепо торчащие посреди горящих обломков, испускающие тяжелые облака пирофага и очень особо собой довольны. Спокойствие, думал он. Главное не пороть горячку. Время есть. Собственно говоря, у меня масса времени. Они могут искать меня до бесконечности. Корабля нет и найти меня невозможно. А пока они не поймут, что произошло, пока не убедятся окончательно, пока не будут полностью уверены, маме они ничего не сообщат. А я уж тут что-нибудь да придумаю. Он миновал небольшую прохладную топь, продрался сквозь кусты и оказался на дороге. На старой, потрескавшейся бетонной дороге, уходящей в лес. Он подошел к краю обрыва, ступая по бетонным плитам, и увидел ржавые, обросшие в юном фермы, остатки какого-то крупного сооружения. Полупогруженные в воду. А на той стороне продолжение дороги, едва различимое под светящимся небом. По-видимому, здесь когда-то был мост. И по-видимому, этот мост кому-то мешал. И его свалили в реку, отчего он не стал ни красивее, ни удобнее. Максим сел на край обрыва и спустил ноги. Он обследовал себя изнутри, убедился, что горячки не порят, и стал размышлять. Главное, я нашел. Вот тебе дорога. Плохая дорога, грубая дорога, и к тому же старинная дорога. Но все-таки это дорога. А на всех обитаемых планетах дороги ведут к тем, кто их строил. Что мне нужно? Пищи мне не нужно. То есть, я поел. Но это работают дремучие инстинкты, которые мы сейчас подавим. Вода мне понадобится не раньше, чем через сутки. Воздуху хватает. Хотя я предпочел бы, чтобы в атмосфере было поменьше углекислоты и радиоактивной грязи. Так что ничего низменного мне не нужно. А нужен мне небольшой, прямо скажем, примитивный нуль-передатчик со спиральным ходом. Что может быть проще примитивного нуль-передатчика? Только примитивный нуль-аккумулятор. Он зажмурился, и в памяти отчетливо проступила схема передатчика на позитронных эмитерах. Будь у него детали, он бы собрал эту штуку в два счета, не раскрывая глаз. Он несколько раз мысленно проделал сборку, а когда раскрыл глаза, передатчика не было. И ничего не было. Робинзон. Подумал он с некоторым даже интересом. Максим Крузоя. Надо же. Ничего у меня нет. Шорты без карманов и кеды. Но зато остров у меня обитаемый. А раз остров обитаемый, значит, всегда остается надежда на примитивный нуль-передатчик. Он старательно думал о нуль-передатчике, но у него плохо получалось. Он все время видел маму, как ей сообщают. Ваш сын пропал без вести. И какое у него лицо. И как отец трет себе щеки и растерянно озирается. И как им холодно и пусто. Нет. Сказал он себе. Об этом думать не разрешается. О чем угодно. Только не об этом. Иначе у меня ничего не получится. Приказываю и запрещаю. Приказываю не думать и запрещаю думать. Все. Он поднялся и пошел по дороге. Лес вначале робкий и редкий понемногу смелел. И подступал к дороге все ближе. Некоторые наглые молодые деревца взломали бетон и росли прямо на шоссе. Видимо, дороге было несколько десятков лет. Во всяком случае, несколько десятков лет ею не пользовались. Лес по сторонам становился все выше, все гуще, все глуше. Кое-где ветви деревьев переплетались над головой. Стало темно. То справа, то слева. Чаще раздавались громкие гортанные возгласы. Что-то шевелилось там. Шуршало. Топотало. Один раз в шагах двадцати впереди кто-то приземистый и темный. Пригнувшись, перебежал дорогу. Звенела мошкара. Максима вдруг пришло в голову, что край настолько запущен и дик, что людей может не оказаться поблизости. Что добираться до них придется несколько суток. Дремучие инстинкты пробудились и вновь напомнили о себе. Но Максим чувствовал, что здесь вокруг очень много живого мяса. Что с голоду здесь не пропадешь. Что все это вряд ли будет вкусно. Но зато интересно будет поохотиться. И поскольку о главном ему было думать запрещено, он стал вспоминать, как они охотились с Петером, с Егерем, Адольфом, голыми руками, хитрость против хитрости, разум против инстинкта, сила против силы, трое суток, не останавливаясь, гнать оленя через бурелом, настигнуть и повалить на землю, схватив за рога. Оленей здесь, возможно, и нет. Но в том, что здешняя дичь съедобна, сомневаться не приходится. Стоит задуматься. Отвлечься, и мошкара начинает неистово жрать. А как известно, съедобный на чужой планете с голоду не умрет. Не дурно было бы здесь заблудиться и провести годик-другой, скитаясь по лесам. Завел бы себе приятеля, волка какого-нибудь, или медведя. Ходили бы мы с ним на охоту, беседовали бы. Надоело бы, конечно, в конце концов. Да и не похоже, чтобы в этих лесах можно было бродить с приятностью. Слишком много вокруг железа. Дышать нечем. И потом, все-таки, сначала нужно собрать ноль-передатчик. Он остановился, прислушиваясь. Где-то в глубине чащи раздавался монотонный глухой рокот. И Максим вспомнил, что уже давно слышит этот рокот. Но только сейчас обратил на него внимание. Это было не животное и не водопад. Это был механизм. Какая-то варварская машина. Она хрипела, взрыкивала, скрежетала металлом и распространяла ржавые запахи. И она приближалась. Максим пригнулся и, держась поближе к обочине, бесшумно побежал навстречу. А потом остановился, едва не выскочив сходу на перекресток. Дорогу под прямым углом пересекало другое шоссе. Очень грязное, с глубокими, безобразными кольяне, с торчащими обломками бетонного покрытия. Дурно пахнущее и очень, очень радиоактивное. Максим присел на корточки и поглядел влево. Рог от двигателя и металлический скрежет надвигались оттуда. Оно приближалось. Через минуту оно появилось. Бессмысленно огромное, горячее, смрадное. Все из клепаного металла, попирающее дорогу чудовищными гусеницами, облепленными грязью, не мчалось, не катилось. Пёрла горбатая, неприятная дребезжа, оставшими листами железо, начинённая сырым плутонием пополам, беспомощная, угрожающая, без людей, тупая и опасная, переваливалась через перекресток и попёрла дальше, хрустя и визжа раздавленным бетоном, оставив за собой хвост раскалённой духоты. Скрылась в лесу и всё рычало, ворочалось, взревало, постепенно затихая. Максим перевёл дух, отмахнулся от мошкары. Он был потрясён. Ничего столь нелепого и жалкого он не видел никогда в жизни. «Да», – подумал он, – позитронных эмитеров мне здесь не достать. Он поглядел вслед чудовищу и вдруг заметил, что поперечная дорога – не просто дорога, а просека, узкая щель в лесу. Деревья? Деревья не закрывало над нею леса, как над шоссе. «Может, догнать его?» – подумал он. «Остановить, погасить котёл». Он прислушался. В лесу стояли шум и треск. Чудовище ворочалось в чаще, как гиппопотам в трясине. А потом рок от двигателя снова начал приближаться. Оно возвращалось. Снова сопение, рык, волна смрада, ляск, дребезг. И вот оно опять переваливает через перекрёсток и прёт туда, откуда только что вышло. «Нет», – сказал Максим, – «не хочу я с ним связываться. Не люблю я злых животных и варварских автоматов». Он подождал, вышел из кустов и одним прыжком перемахнул через заражённый перекрёсток. Некоторое время он шёл очень быстро, глубоко дыша, освобождая лёгкие от испарений железного гиппопотама. А затем снова перешёл на походный шаг. Он думал о том, что увидел за первые два часа жизни на своём обитаемом острове. И пытался сложить все эти несообразности и случайности в нечто логически непротиворечивое. Непротиворечивая такая цепь. Однако это было слишком трудно. Картина получалась сказочной, а не реальной. Сказочным был этот лес, набитый старым железом. Сказочные существа перекликались в нём почти человеческими голосами, как в сказке. Старая заброшенная дорога вела к заколдованному замку, и невидимые злые волшебники старались помешать человеку, попавшему в эту страну. На дальних подступах они забросали его метеоритами, ничего не получилось. И тогда они сожгли корабль, поймали человека в ловушку, а потом натравили на него железного дракона. Дракон, однако, оказался слишком стар и глуп. И они, наверное, уже поняли свою промашку и готовят теперь что-нибудь посерьёзнее. Посерьёзнее. Послушайте, сказал им Максим, я ведь не собираюсь расколдовывать замков и будить ваших красавиц. Я хочу только встретиться с кем-нибудь из вас. Кто поумнее, кто может, поможет мне с позитронными эмиттерами. Но злые волшебники гнули своё. Сначала они положили поперёк шоссе огромное гнилое дерево, затем разрушили бетонное покрытие, вырыли в земле большую яму и наполнили её тухлой жижей. А когда и это не помогло, когда мошкара притомилась кусать и разочарованно отстала, уже к утру выпустили из леса холодный злой туман. От тумана Максиму стало зябко, и он пустился бегом, чтобы согреться. Туман был липкий, маслянистый, попахивал мокрым металлом и тлением. Но вскоре запахло дымом, и Максим понял, что где-то неподалёку горит живой огонь. Занимался рассвет, небо засветилось утренней серостью. Когда Максим увидел в стороне от дороги костёр и невысокое каменное строение с провалившейся крышей, с пустыми чёрными окнами, старое, заросшее мохом, людей видно не было. Но Максим чувствовал, что они где-то неподалёку, что они недавно были здесь, и, может быть, скоро вернутся. Он свернулся с шоссе, перескочил в придорожную канаву и, утопая по щеколотку в гниющих листьях, приблизился к костру. Костёр встретил его добрым первобытным теплом, приятно растревожившим дремучие инстинкты. Здесь всё было просто. Можно было, нездороваясь, присесть на корточки, протянуть руки к огню и молча ждать, пока хозяин так же молча подаст горячий кусок и горячую кружку. Хозяина, правда, не было, но над кустом висел закопчённый котелок с остро пахнущим варевом. Подаль валялась пустая плетёная корзина с круглым дном, моток тонкого металлического троса и ещё какие-то металлические и пластмассовые предметы непонятного назначения. Максим посидел у костра, погрелся, глядя на огонь, потом поднялся и зашёл в дом. Собственно, от дома осталась только каменная коробка. Сквозь проломленные балки над головой светлело утреннее небо. На гнилые доски пола было страшно ступить, а по углам росли гроздья малиновых грибов. Ядовитых, но если им хорошенько прожарить их, вполне годных к употреблению. Впрочем, мысль о еде сразу пропала, когда Максим разглядел в полутьме у стены чьи-то кости в перемешку с лохмотьями. Ему стало неприятно. Он повернулся, спустился по разрушенным ступенькам и, сложив ладони и рупором, заорал во весь голос. Ого! Шестипалая! Эхо почти мгновенно увязло в тумане между деревьями. Никто не отозвался. Только сердито зацокали какие-то печуги над головой. Максим вернулся к костру, подкинул в огонь веток и заглянул в котелок. Варева кипела. Он поглядел по сторонам, нашёл что-то вроде ложки, понюхал её, вытер травой и снова понюхал. Потом он осторожно снял сероватую накипь и стряхнул её на угли. Помешал варева, зачерпнул с краю, подул и вытянул губы, попробовал. Оказалось недурственно. Что-то вроде похлёбки из печени тахорга, только острее. Максим отложил ложку, бережно двумя руками снял котелок и поставил на траву. Потом он снова огляделся и сказал громко. Завтрак готов. Его не покидало ощущение, что хозяева где-то рядом. Но видел он только неподвижные, мокрые от тумана кусты, чёрные корявые стволы деревьев, а слышал лишь треск костра да хлопотливую птичью перекличку. «Ну ладно», – сказал он вслух, – «вы как хотите, я начинаю контакт». Он очень быстро вошёл во вкус. То ли ложка была велика, то ли дремучие инстинкты разыгрались не в меру, но он и оглянуться не успел, как выхлебал треть котелка. Тогда он, с сожалению, отодвинулся, посидел, прислушиваясь вкусовым ощущениям. Тщательно вытер ложку, но не удержался и ещё раз зачерпнул с самого дна этих аппетитных, тающих во рту коричневых ломтиков, похожих на трепанги. Совсем отодвинулся, снова вытер ложку и положил её по пирог котелка. Теперь было самое время утолить чувство благодарности. Он скачил, выбрал несколько тонких прутиков и отправился в дом. Осторожно ступая по трухлявым доскам и стараясь не оглядываться на останки в тени, он принялся срывать грибы и нанизывать на прутик малиновые шляпки, выбирая самые крепкие. «Вас бы посолить, – думал он, – да поперечить немного, но ничего, для первого контакта сойдёт и так. Мы вас подвесим над огоньком, и вся активная органика выйдет из вас паром, и станете вы объедение, первый сорт, и станете вы моим первым взносом в культуру этого обитаемого острова». И вдруг в доме стало чуть-чуть темнее, и он тача же ощутил, что на него смотрит. Он вовремя подавил себе желание резко повернуться. Сосчитал до десяти, медленно поднялся и, заранее улыбаясь, повернул голову. В окне смотрело на него длинное тёмное лицо с унылыми большими глазами, с уныло опущенными углами губ. Смотрело без всякого интереса, без злобы, без радости. Смотрело не на человека из другого мира, а так, на докученное домашнее животное, опять забравшееся, куда ему не велено. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и Максим ощущал, как уныние, исходящее от этого лица, затопляет дом, захлёстывает лес и всю планету, и весь окружающий мир. И всё вокруг стало серым, унылым, плачевным. Всё уже было, и было много раз, и ещё много раз будет, и не предвидится никакого спасения от этой серой, унылой, плачевной скуки. Затем в доме стало ещё темнее, и Максим повернулся к двери. Там, расставив крепкие короткие ноги, загородив широкими плечами весь проём, стоял сплошь заросший рыжим волосом коренастый человек в безобразном клетчатом комбинезоне. Сквозь буйные рыжие заросли на Максима глядели бурающие голубые глазки. Очень пристальные, очень недобрые, и тем не менее какие-то весёлые. Может быть, по контрасту с исходившим от окна всемирным унынием. Может быть. Этот волосатый молодчик тоже явно не впервые видел пришельцев из другого мира. Но он привык обходиться с этими надоевшими пришельцами быстро, круто и решительно, без всяких там контактов и прочих ненужных сложностей. На шее у него висела на кожаном ремне толстая металлическая труба самого зловещего вида и выхлопное отверстие этого орудия расправы с пришельцами. Он твёрдой грязной рукой направлял прямо Максиму в живот. Сразу было видно, что ни о высшей ценности человеческой жизни, ни о декларации прав человека, ни о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме, он слыхом не слыхал. А расскажи ему об этих вещах, не поверил бы. Однако Максиму выбирать не приходилось. Он протянул перед собою прутик с нанизанными грибными шляпками, улыбнулся ещё шире и произнёс с преувеличенной артикуляцией. «Мир, всё в порядке, всё хорошо». Унылая личность за окном откликнулся на этот лозунг длинной неразборчивой фразой, после чего очистила район контакта и, судя по звукам снаружи, принялась наваливать в костёр сухие сучья. Злохмаченная рыжая борода голубоглазого зашевелилась, и из медных зарослей понеслись рыкающие, взрывающие, лязгающие звуки, живо напомнившие Максиму железного дракона на перекрёстке. «Да», – сказал Максим, энергичко кивая. «Земля – космос». Он ткнул прутиком в зенит, и рыжебороды послушно поглядел на потолок. «Максим», – продолжал Максим, тыча себя в грудь. «Максим, меня зовут Максим». Для большей убедительности он ударил себя в грудь, как разъярённая горилла. «Максим», – «Максим», – рявкнул рыжебороды со странным акцентом. Не спуская глаз с Максима, он выпустил через плечо серию громыхающих звуков, в которой несколько раз повторялось слово «Мах-сим». В ответ на что невидимая унылая личность принялась издавать жуткие тоскливые фонемы. Голубые глаза рыжебородого выкатились, раскрылась желтозубая пасть, а он загоготал. Очевидно, неведомый Максиму юмор ситуации дошёл, наконец, до рыжебородого. Отсмеявшись, рыжебородый вытер свободной рукой глаза, опустил своё смертоносное оружие и сделал Максиму недвусмысленный знак, означавший «А ну выходи». Максим с удовольствием поминовался, он вышел на крыльцо и снова протянул рыжебородому прутик с грибами. Рыжебородый взял прутик, повертел его так и сяк, понюхал и отбросил в сторону. – Э-э-э-э-э, нет, – возразил Максим, – вы у меня пальчики, пальчики оближете. Он нагнулся и поднял прутик. Рыжебородый не возражал. Он похлопал Максима по спине, подтолкнул к костру, а у костра навалился ему на плечо, усадил и принялся что-то втолковывать. Но Максим не слушал. Он глядел на унылого. Тот сидел напротив и сушил перед огнем какую-то обширную грязную тряпку. Одна нога у него была босая, и он все время шевелил пальцами. И этих пальцев было пять. Пять! А вовсе не шесть. Гай, сидя на краешке скамьи у окна, полировал обшлагом какарду на берете и смотрел, как Капрал Варибабу выписывает ему приездные документы. Голова Капрала была склонена на бок, глаза вытаращены, левая рука лежала на столе, придерживая бланк с красной каймой, а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. Здорово у него получается, думал Гай с некоторой завистью. Экий старый чернильный хрен. Двадцать лет в легионе и все писарем. Надо же, как таращиться. Гордость бригады. Сейчас еще и язык высунет. Так и есть, высунул. И язык у него в чернилах. Будь здоров, Варибабу. Старая ты чернильница. Больше мы с тобой не увидимся. Вообще-то, как-то грустно уезжать. Ребята хорошие подобрались. И господа офицеры, и служба полезная, значительная. Гайша мгнул носом и посмотрел в окно. За окном ветер нес белую пыль по широкой гладкой улице без тротуаров, выложенной старыми шестиугольными плитами. Белели стены длинных одинаковых домов администрации и инженерного персонала. Шла, прикрываясь от пыли и придерживая юбку, госпожа и доя. Дама полная и представительная. Мужественная женщина, не побоявшаяся последовать с детьми за господином-бригадиром в эти опасные места. Часовой аккомендатуры из новичков в необъятном пыльнике и в берете, натянутом на уши, сделал ей на караул. Потом проехали два грузовика с воспитуемыми. Должно быть делать прививки. Так его, шею его, не высовывайся за борт. Нечего тебе высовываться, здесь тебе не бульвар. Ты как все-таки пишется, спросил Варибабу. Гаал или можно просто Гал? Никак нет, сказал Гай. Гал, моя фамилия. Жалко, сказал Варибабу, задумчиво, обсосывая перо. Если было бы Гал, как раз поместилось бы в строчку. Пиши, пиши, черенильница, подумал Гай. Нечего тебе строчкой экономить. Капрал называется. Пуговицы зеленью заросли. Тоже мне капрал. Две нашивки у тебя. А стрелять-то толком не научился. Это же все знают. Дверь распахнулась. И в канцелярию, в канцелярию стремительно вошел господин Ротмистер. Тот. Золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щелкнул каблуками. Капрал приподнялся, а писать не перестал. Старый хрен. Капрал называется. Ага. Произнес господин Ротмистер. С отвращением сдирая противопылевую маску. Рядовой Гал, знаю, знаю. Покидаете нас? Жаль. Но рад. Надеюсь, в столице будете служить так же усердно. Так точно, господин Ротмистер. Сказал Гай. Гай взволнованно. У него даже в носу защипало от восторженности. Он очень любил господина Ротмистера. Культурного офицера, бывшего преподавателя гимназии. Оказывается, и господин Ротмистер тоже его отличал. Можете сесть, сказал господин Ротмистер, проходя за барьер к своему столу. Не присаживаясь, он бегло проглядел бумаги и взялся за телефон. Гай тактично отвернулся к окну. На улице ничего не изменилось. Протопалостроем на обед родимое капральство. Гай грустно проводил его глазами. Придут сейчас в контину, капрал, серембиш. Скомандуют снять береты на благородное слово. Рявкнули ребята в 30 глоток, благодарственное слово. А над кастрюлями уже пар поднимается. И блестят миски, и старина долго уже готов отмочить известное свое коронное насчет солдата и поварихи. Ей-богу, жалко уезжать. И служить здесь опасно. И климат нездоровый. И паек очень уж однообразный. Одни консервы. Но все равно здесь, во всяком случае, точно знаешь, что ты нужен, что без тебя не обойтись. Здесь ты на свою грудь принимаешь зловещий напор. Леса и чувствуешь этот напор. Одних друзей сколько здесь похоронил. Вон за поселком целая роща шестов с ржавыми шлемами. А с другой стороны, столица, туда какого-то всякого не пошлют. И раз посылают, то не отдыхать. Там, говорят, из дома творцов все плотцы просматриваются. Так что за каждым построением кто-нибудь из творцов непременно наблюдает. То есть, не то что непременно, но нет-нет, да и посмотрит. Гая бросила в жар. Ни с того, ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге поскользнулся и брякнулся носом к командиру под ноги. Загремел автоматом по брусчатке. Разиня. И берет неизвестно куда съехал берет. Он передохнул и украдкою огляделся. Не дай бог. Да, столица. Все у них на глазах. Ну да ничего, другие же тоже служат. А там Рада, сестренка, сестрица. Дядька смешной со своими древними костями, черепахами своими допотопными. Ох, и соскучился же, соскучился я по вас, милые вы мои, милые. Он снова взглянул в окно и озадаченно приоткрыл рот. По улице к комендатуре шли двое. Один был знакомый, рыжая морда, Зев, старшина 114-го отряда саперов, смертник, зарабатывающий себе жизнь расчисткой трассы. А другой был, ну, совершенное чучело. И чучело жутковатое. Сперва Гай принял его за выродка. Но тут сообразилось, что вряд ли Зев стал бы тащить выродка в комендатуру. Здоровенный голый парень, молодой, весь коричневый, здоровый как бык. Одни трусы на нем, какие-то короткие, из-за блестящей материи. Зев был при своей пушке. Но не похоже было, чтобы он конвоировал этого чужака. Шли они рядом. И чужак, нелепо размахивая руками, все время что-то Зеву втолковывал. Зев же только отдувался и вид с собой являл совершенно одуревший. Дикарь какой-то, подумал Гай. Только откуда он там взялся? На трассе-то? Может быть, зверями воспитаны? Были такие случаи. И похоже. Вон мускулы какие. Так и переливаются. Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зев, утираясь, принялся что-то объяснять. А часовой – новичок. Зев не знает и тычет ему автоматом под ребро. Велит отойти на положенное расстояние. Голый парень, видя это, вступает в разговор. Руки у него так и летают. А лицо совсем уже странное. Никак не поймать выражение. Как ртуть. А глаза быстрые, темные. Ну все, теперь и часовой обалдел. Сейчас тревогу поднимет. Гай повернулся. Господин ротмистр, сказал он, разрешите обратиться. Там старшина 114-го кого-то привел. Не взглянете ли? Господин ротмистр подошел к окну, посмотрел. Брови у него полезли на лоб. Он толкнул раму, высунулся и прокричал, довязь от ворвавшейся пыли. Часовой пропустить. Гай закрыл окно, когда в коридоре затопали. И Зев со своим диковинным спутником бочком зашел в канцелярию. Следом, тесня их, валился начальник караула и еще двое ребят из бодрствующей смены. Зев вытянул руки по швам, откашлялся и, вылупив на господина ротмистра бесстыжие голубые глаза, прохлепел. Докладывает старшина 114-го отряда, воспитуемый Зев. На трассе задержан вот этот человек. По всем признакам сумасшедший, господин ротмистр. Жрет ядовитые грибы. Ни слова не понимает. Разговаривать непонятно. Ходит, как изволить и видеть, голый. Пока Зев докладывал, задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим. Зубы у него были ровные, белые, как сахар. Господин ротмистр, заложив руки за спину, подошел поближе, оглядывая его с головы до ног. «Кто вы такой?» Спросил он. Задержанный улыбнулся еще жучче. Постучал себя ладонью по груди и невнятно произнес что-то вроде «Максим». Начальник караула гоготнул. Караульные захихикали. И господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело. А потом сообразил, что на воровском жаргоне «Максим» означает «съел ножик». «По-видимому, это кто-то из ваших», – сказал Зеву господин ротмистр. Зев помотал головой, выбросил из бородищей облака пыли. «Никак нет», – сказал он. «Максим» – это он так себя называет. А воровского языка он не понимает. «Так что это не наш». «Выродок, наверное», – предположил начальник караула. Господин ротмистр холодно на него посмотрел. Голый. Проникновенно пояснил начальник караула, пятясь к двери. «Разрешите идти, господин ротмистр». Гаркнул он. «Идите», – сказал господин ротмистр. «Пошлите кого-нибудь за штаб врачом, господином Загу. Где вы его поймали?» – спросил он Зеву. Зев доложил, что нынешней ночью он со своим отрядом прочесывал квадрат 2307. Уничтожил четыре самоходных баллисты и одну установку неизвестного назначения. Потерял двоих при взрыве. И все было в порядке. Около семи часов утра на его костер вышел по шоссе из лесу этот вот неизвестный. Они заметили его издали, следили за ним, укрывшись в кустарнике. А затем, выбрав удобный момент, взяли его. Зев принял его вначале за беглого, потом решил, что это выродок и совсем было собрался стрелять. Но раздумал, потому что этот человек... Тут Зев в затруднении подвигал бородой и заключил. Потому что мне стало ясно, что это не выродок. «Откуда же это стало вам ясно?» – спросил господин ротмистер. А задержанный неподвижно стоял, сложив руки на могучей груди и поглядывал то на него, то на Зева. Зев сказал, что объяснить это будет трудновато. Во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится. Дальше он снял с костра похлебку и отъел ровно треть, как и полагается товарищу. А перед этим кричал в лес. Видимо, звал, чувствуя, что мы где-то поблизости. Далее он хотел угостить нас грибами. Грибы были ядовитые, и мы их есть не стали и ему не дали. Однако он явно порывался нас угостить. По-видимому, в знак благодарности. Далее. Как хорошо известно, ни один выродок по своим физическим способностям не превосходит нормального хилого человека. Этот же по пути сюда загнал меня, как мальчишку. Шел через бурелом, словно по ровному месту, через рвы перепрыгивал. А потом ждал меня на той стороне и вдобавок, зачем-то из удальства, что ли, хватал меня в охапку и пробегал со мной шагов так по двести. Господин Ротмистер слушал Зефа всем видом своим, изображая глубочайшее внимание. Но едва Зеф замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял по-хантийски. Ваше имя, Чин, задание. Гай восхитился ловкостью приема, однако задержанный явно не понимал и хантийского. Он снова показал свои великолепные зубы, похлопал себя по груди, сказавши «Максим», ткнул пальцем в бок к каторжнику, сказавши «Зеф». И после этого начал говорить медленно, с большими паузами, показывая то в потолок, то в пол, то обводя руками вокруг себя. Гаю казалось, что в этой речи он улавливает некоторые знакомые слова, но слова эти не имели к делу никакого отношения. Когда задержанный замолчал, капрал Варибабу подал голос. «По-моему, это ловкий шпион», заявила старая чернильница. «Надо доложить господину бригадиру». Господин Ротмистер не обратил на него внимания. «Вы можете идти, Зеф», сказал он. «Вы проявили рвение. Это вам зачтется». «Премного благодарен, господин Ротмистер», рявкнул Зеф, и уже повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас. Перегнулся через барьер и схватил пачку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом. Варибабу перепугался до смерти. «Тоже мне капрал», отшатнулся и швырнул в дикаря пером. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примастившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока. «Отставить», – скомандовал господин Ротмистер. Гай охотно повиновался. Удерживать этого коричневого зверя было все равно, что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу. «Господин Ротмистер и Зеф встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там черкает. По-моему, это схема мира», – неуверенно сказал Зеф. «Хм, да», – отозвался господин Ротмистер. «Ну, конечно, вот в центре у него мировой свет, это вот мир, а здесь и мы, по его мнению, находимся. Но почему все плоско?» – недоверчиво спросил господин Ротмистер. Зеф пожал плечами. «Возможно, детское восприятие? Инфантилизм? Вот, глядите, это он показывает, как сюда попал?» «Да. Возможно, я слыхал про такое безумие». Гаю, наконец, удалось протиснуться между гладким твердым плечом задержанного и грубой, пропавшей потом курткой Зефа. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так детишки-первоклассники изображают мир. Посередине маленький кружок, означающий мировой свет. Вокруг него большая окружность, обозначающая сферу мира. А на окружности – жирная точка, которой только пририсовать ручки и ножки. И получится это мир. И это я. Даже сферу мира несчастный псих не сумел изобразить правильной окруженностью. Получился у него какой-то овал. Ну, ясно, ненормальный. И еще нарисовал пунктиром линию, ведущую из-под земли к точке. Вот, мол, как я сюда попал. Между тем задержанный взял второй бланк и быстро начертил две маленькие сферы мира в противоположных углах. Соединил их пунктирной линией и еще пририсовал какие-то закорючки. Зев безнадежно присвистнул и сказал господину ротмистру, разрешите идти. Однако господин ротмистр не отпустил его. Зев сказал он, помните, вы подвязались в области, он постучал себя по темени. Так точно, помедлил, ответил Зев. Зев, господин ротмистр, прошелся по канцелярии. Не могли бы вы, как бы это сказать, сформулировать свое мнение по поводу этого субъекта, профессионально, если можно так выразиться. Не могу знать, сказал Зев. Потерял право выступать в профессиональном качестве. Я понимаю, сказал господин ротмистр. Все это верно, хвалю, но... Зев, выкатив голубые глазки, стоял по стойке смирно. Но, господин ротмистр находился в очевидном замешательстве. Гай хорошо понимал его. Случай был важный, серьезный случай. А вдруг этот дикарь все-таки шпион? А господин штаб-врач Загу, конечно, прекрасный офицер, блестящий регионер. Но всего лишь штаб-врач. В то время, как рыжая морда Зев, до того, как впасть в преступление, здорово знал свое дело. Ну что же, сказал господин ротмистр, ничего не поделаешь, но по-человечески. Он остановился перед Зевом. Понимаете? Просто по-человечески. Вы действительно считаете, что это сумасшедший? Зев снова помедлил. По-человечески, повторил он, ну конечно, по-человечески человеку ведь свойственно ошибаться. Так вот, по-человечески я склонен полагать, что это ярко выраженный случай раздвоения личности с вытеснением и замешанием истинного я, воображаемым я. По-человечески же, исходя из жизненного опыта, я рекомендовал бы электрошок, препараты. Капрал Варибабу все это украдкой записывал. Но господина ротмистра не проведешь. Он отобрал у Капрала листок записями и сунул в карман Френча. Максим снова заговорил, обращаясь то к господину Ротмистру, то к Зефу. Чего-то он хотел, бедняга, что-то ему было не так. Но тут открылась дверь, и вошел господин штаб-врач. По всему видно, оторванный от обеда. — Привет, Тодд! — брезгливо сказал он. — В чем дело? Вы, я вижу, живы и здоровы, и это меня утешает. А это что за тип такой? — Воспитаемые поймали этого в лесу, — объяснил господин Ротмистру. — Я подозреваю, что он сумасшедший. Симулянт он, а не сумасшедший, — проворачал господин штаб-врач и налил себе воды из графина. — Отправьте его обратно в лес. Пусть работает. — Это не наш, — возразил господин Ротмистру, — и мы не знаем, откуда он взялся. — Я думаю, что его в свое время захватили выродки. Он у них свихнулся и перебежал к нам. — Правильно! — проворачал господин штаб-врач. — Нужно свихнуться, чтоб перебежать к нам. Он подошел к задержанному и сразу же полез хватать его за веки. Задержанный жутко осклабился и слегка оттолкнул его. — Но-но! — сказал господин штаб-врач, ловко хватая его за ухо. — Стой спокойно! — Задержанный подчинился. Господин штаб-врач вывернул ему веки, ощупал, посвистывая шею и горло, согнул и разогнул ему руку, потом пыхтя нагнулся и ударил его под колени. Вернулся к графину и выпил еще стакан воды. — Изжога! — сообщил он. — Гай поглядел на Зефа. Рыжебородый, приставив к ноге свою пушку, стоял в сторонке и с подчеркнутым равнодушием смотрел в стену. Господин штаб-врач напился и снова взялся за психа. Он ощупывал его, обстукивал, заглядывал в зубы, два раза ударил кулаком живот, потом достал из кармана плоскую коробку, размотал провод, подключил к штемпелю и стал прикладывать коробку к разным частям тела дикарского. — Так! — сказал он, сматывая провод. — И не мой к тому же. — Нет! — сказал господин ротмистер. — Он говорит, но на каком-то зверином языке. Нас он не понимает. А вот его рисунок. Господин штаб-врач посмотрел рисунки. — Так-так-так-так-так! — сказал он. — Забавно! Он выхватил у Капрала ручку и быстро нарисовал на бланке кошку, как ее рисуют дети, из палочек и кружочков. — Что ты на это скажешь, приятель? — сказал он, протягивая рисунок к психу. Тот, ни секунды не задумываясь, принялся царапать пером. И рядом с кошкой появилось странное, густо заросшее волосами животное с тяжелым, неприятным взглядом. Такого животного Гай не знал. Но он понял одно. Это уже не был детский рисунок. Нарисовано было здорово, просто замечательно. Даже смотреть страшновато. Господин штаб-врач протянул руку за пером, но псих отстранился и нарисовал еще одно животное с огромными ушами, морщинистой кожей и толстым хвостом на месте их носа. — Прекрасно! — вскричал господин штаб-врач, хлопнув себя по бокам. А псих не унимался. Теперь он рисовал уже не животное, а явно какой-то аппарат, похожий на большую прозрачную мину. Внутри мины он очень ловко изобразил сидящего человечка. Постучал по человечку пальцем, а затем тем же пальцем постучал себя по груди и произнес. — Махсим! Вот эту штуку он мог видеть у реки, — сказал неслышно подошедший Зев. — Мы такую сожгли этой ночью. Но вот чудовище! Он покачал головой. Господин штаб-врач словно впервые заметил его. — А-а-а, профессор! — вскричал он преувеличенно радостно. — То-то я смотрю, в канцелярии чем-то воняет. Не будете ли вы так любезны, коллега, произносить ваши мудрые суждения вон из того угла? Вы меня очень обяжете! Варибабу захихикал, а господин ротмистер строго сказал. — Станьте у дверей Зев и не забывайтесь. — Ну, хорошо, — сказал господин штаб-врач. — И что вы думаете с ним делать, тот? — Это зависит от вашего диагноза, ЗОГУ, — отвечал господин ротмистер. — Если он симулянт, я передам его в прокуратуру. Там разберутся. А если он сумасшедший? — Он не симулянт, тот, — с большим подъемом произнес господин штаб-врач. Ему совершенно нечего делать в прокуратуре. Но я знаю одно место, где им очень заинтересуются. — Где бригадир? — Бригадир на трассе. Впрочем, это несущественно. Вы ведь дежурный тот. Вот и отправьте этого молодчика по следующему адресу. Господин штаб-врач пристроился на барьере, закрывшись от всех плечами и локтями, и написал что-то на обороте последнего рисунка. — А что это такое? — спросил господин ротмистер. — Это одно учреждение, которое будет вам благодарно, тост, за нашего психа. Я вам ручаюсь. Господин ротмистер неуверенно покрутил в пальцах бланк. Потом отошел в дальний угол и поманил к себе господина штаб-врача. Некоторое время они говорили там в полголоса, так что разобрать можно было только отдельные реплики господина Зогу. Департамент пропаганды. Отправьте с доверенным. Не так уж это секретно. Я вам ручаюсь. Прикажите ему забыть. Черт возьми, да сопляк все равно ничего не поймет. — Хорошо, — сказал наконец господин ротмистер. — Пишите сопроводительную бумагу. — Капрал, — Варибабу. Капрал приподнялся. Проездные документы на рядового гаала готовы. — Так точно. Впишите проездные документы под конвойного Максима. Рядовой гаал. Гай щелкнул каблуками и вытянулся. — Слушаю, господин ротмистер. Прежде чем явиться на новое место службы в нашей столице, доставьте задержанного по адресу, означенному на этом листке. По исполнении приказания листок сдать дежурному офицеру на новом месте службы. Адрес забыть. — Это ваше последнее задание, Гал. И вы, конечно, выполните его, как подобает молодцу легионеру. — Будет исполнено! — прокричал Гай, охваченный неописуемым восторгом. Горячая волна оглушающего упоения захлестнула его, подхватила, понесла к небу. О! Эти сладостные минуты восторга! Незабываемые минуты, когда вырастают крылья. Минуты ласкового презрения ко всему грубому, материальному, телесному. Минуты, когда жаждешь, чтобы приказ соединил тебя. С огнем швырнул тебя в огонь, на тысячи врагов, в гущу диких орд, навстречу миллионам пуль. И это еще не все. Будет еще слаще. Восторг ослепит и сожжет. О, огонь! О, пламя! О, ярость! И вот оно! Вот оно! Оно! Он встает, этот рослый, сильный красавец. Гордость бригады, наш капрал. В рыбабу, как огненный факел, как статуя славы, верности. И он запевает. А мы все подхватим. Все как один. Вперед, легионеры, железные ребята. Вперед, сметая крепости с огнем в очах. Железным сапогом раздавим супостата. Пусть капли свежей крови сверкают на мечах. И все пели. Пел блестящий господин Ротмистер. Тот, образец легионера, образец среди образцов, за которого так хочется сейчас же под этот марш отдать жизнь, душу. Все. И господин штаб-врач Загу, образец брата милосердия, грубый, как настоящий солдат, и ласковый, как руки матери. И наш капрал, варибабу, до мозга костей наш, старый вояка, ветеран, посидевший в схватках. О! Как сверкают пуговицы и нашивки на его потертом, заслуженном мундире. Для него нет ничего, кроме службы, ничего, кроме служения. Железный наш кулак сметает все преграды. Довольны огненосные творцы. О, как рыдает враг, но нет ему пощады. Вперед, легионеры молодцы. Но что это? Он не поет. Он стоит, опершись на барьер, и вертит своей дурацкой коричневой головой. И бегает глазами. И все оскаливается, все щерится. На кого оскалится, мерзавец? О! Как хочется подойти тяжелым шагом и сразу маху железным кулаком по этому гнусному белому оскалу. Но нельзя, нельзя. Это недостойно легионера. Он же всего лишь псих. Жалкий коллег, а настоящее счастье недоступно ему. Он слеп, ничтожен. Жалкий человеческий обломок. А этот рыжий бандит скорчился в углу, скорчился, смеется. Каторжник, преступная морда, за грудь тебя, за твою поганную бороду. Встань, мразь, стоять смирно, когда легионеры поют свой марш. И по башке, по башке, по грязной морде, по наглым рачьим глазам. Вот так, вот так. Гай отшвырнул каторжника и, щелкнув каблуками, повернулся к господину ротмистру. Как всегда, после приступа восторженного возбуждения, что-то звенело в ушах, и мир сладко плыл и покачивался перед глазами. Капрал Варибабу, сизый от натуги, слабо перхал, держась за грудь. Господин штаб-врач, потный багровый, жадно пил воду прямо из графина и тянул из кармана носовой платок. Господин ротмистр хмурился с отсутствующим выражением, словно пытался что-то припомнить. У порога грязной кучей клетчатого трепья ворочался рыжий зев. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постановал сквозь зубы. А Максим больше не улыбался. Лицо у него застыло, стало совсем как обычное человеческое, и он неподвижными круглыми глазами, приоткрыв рот, смотрел на Гая. Рядовой Гаал, над треснутым голосом произнес господин ротмистр, эээ, что-то я хотел вам сказать, подождите. Зогу, оставьте мне хоть один глоток воды. Голова третья. Максим проснулся и сразу почувствовал, что голова тяжелая. В комнате было душно. Опять ночью закрыли окно. Впрочем, и от открытого окна толку мало. Город слишком близко. Днем видна над ним неподвижная бурая шапка отвратительных испарений. Ветер несет их сюда. И не помогает ни расстояние, ни пятый этаж, ни парк внизу. Сейчас бы принять ионный душ, подумал Максим. Да выскочить ногишом в сад. Да не в этот паршивый, полузгнивший, серый от гари, а в наш, где-нибудь под Гладбахом, на берегу серебристого Нирса, да пробежать вокруг озера километров так пятнадцать во весь опор, во всю силу, да переплыть озеро. А потом минут двадцать походить по дну, чтобы поупражнять легкие, полазить среди скользких подводных валунов. Он вскочил, распахнул окно, высунулся под моросящий дождик, глубоко вздохнул сырой воздух, закашлялся. В воздухе было полно лишнего, а дождевые капли оставляли на языке металлический привкус. По автостраде шипением и свистом проносились машины. Внизу, под окном, желтела мокрая листва. На высокой каменной ограде что-то блестело. По парку ходил человечек в мокрой накидке, сгребал в кучу опавшие листья. За пеленой дождя смутно виднелись кирпичные здания какого-то завода на окраине. Из двух высоких труб, как всегда лениво, ползли и никли к земле толстые струи ядовитого дыма. Душный мир, неблагополучный, болезненный мир. Весь он какой-то неуютный, тоскливый, как-то казенное помещение, где люди со светлыми пуговицами и плохими зубами вдруг ни с того ни с сего принялись вопить, надсаживаясь до хрипа. И Гай, такой симпатичный, красивый парень, совершенно неожиданно принялся избивать в кровь рыжебородого зефа. А тот даже не сопротивлялся. Неблагополучный мир, радиоактивная река, нелепый железный дракон, грязный воздух и неопрятные пассажиры в неуклюжей трехэтажной металлической коробке на колесах, испускающей сизые угаранные дымы. И еще одна дикая сцена. Когда какие-то грубые люди довели хохотом и жестами до слез пожилую женщину, и никто за нее не заступился. Вагон набит битком, и все смотрят в сторону. И только Гай вдруг скачил, бледный от злости, а может быть от страха. И что-то крикнул им, и они убрались. Но и сам Гай, явно добрый, симпатичный человек, иногда вдруг приходил в необъяснимую ярость. Принимался бешено ссориться с соседями по купе, глядел на них зверем, а потом также внезапно впадал в глубокую прострацию. И все прочие вели себя не лучше. Часами они сидели и лежали вполне мирно, негромко беседуя, даже пересмеиваясь. И вдруг кто-нибудь начинал сворливо ворочать на соседа. Сосед нервно огрызается. Окружающие, вместо того, чтобы успокоить их, ввязывались в ссору. Скандал ширился. И вот уже все орут друг на друга, грозятся, толкаются. И кто-то лезет через головы, размахивая кулаками. И кого-то держит за шиворот. Во весь голос плачут детишки. Им раздраженно обрывают уши. А потом все постепенно стихает. Все дуются друг на друга, разговаривают нехотя, отворачиваются. А иногда скандал превращается в нечто совершенно уж непристойное. Глаза вылезают из орбит. Лица идут красными пятнами. Голоса поднимаются до источного визга. И кто-то истерически хохочет. Кто-то поет. Кто-то молится. Воздев над головой руки. Сумасшедший дом. Максим отошел от окна. Постоял немного посредине тесной комнаты. Расслабившись. Ощущая апатию и душевную усталость. Потом заставил себя собраться и размяться немного. Используя в качестве снаряда громоздкий деревянный стул. Так и опуститься можно. Подумал он озабоченно. Еще день-два. Я, пожалуй, вытерплю. А потом придется удрать. Побродить немного по лесам. В горы хорошо бы удрать. Горы у них здесь на вид славные. Дикие. Далековато, правда. За ночь не обернешься. Как их Гай называл? Зартак? Интересно. Это собственное имя или горы вообще? Впрочем, какие там горы? Не до гор мне. Десять суток я здесь. А ничего еще не сделано. Он втиснулся в душевую и несколько минут фыркал и растирался под тугим искусственным дождиком. Таким же противным, как естественный. Чуть похолоднее. Правда, но жестоким, известковым. Он вытерся полотенцем и всем недовольный, и этим мутным утром, и этим душным миром, и своим дурацким положением, и чрезмерно жирным завтраком, который ему предстоит сейчас съесть, вернулся в комнату, чтобы прибрать постель. Завтрак уже принесли. Он дымился и вонял на столе. Рыба закрывала окно. Здравствуйте, сказал ей Максим на местном языке. Не надо. Окно. Здравствуйте. Ответила она, щелкая многочисленными задвижками. Надо. Дождь. Плохо. Рыба, сказал Максим на ленкосе. Собственно, ее звали Нолу. Но Максим с самого начала окрестил ее рыбой за общее выражение лица и невозмутимость. Она обернулась и посмотрела на него немигающими глазами. Затем, уже в который раз, приложила палец к кончику носа и сказала. Женщина. Потом ткнула в Максима пальцем. Мужчина. Потом в сторону балахона, висящего на спинке стула. Одежда. Надо. Не могла она почему-то видеть мужчину просто в шортах. Надо было ей, чтобы мужчина закутывался с ног до шеи. Он принялся одеваться, а она застелила его постель. Хотя Максим всегда говорил, что будет делать это сам. Выдвинула на середину комнаты стол, который Максим всегда отодвигал к стене. Максима решительно отвернула кран отопления, который Максим всегда заворачивал до упора. И все однообразное не надо. Максима разбивались, а ее не менее однообразные надо. Застегнув балахон у шеи на единственную сломанную пуговицу, Максим подошел к столу и поковырял завтрак двузубой вилкой. Произошел обычный диалог. Не хочу. Не надо. Надо. Еда. Завтрак. Не хочу завтрак. Невкусно. Надо завтрак. Вкусно. Рыба, сказал ей Максим проникновенно. Жестокий вы человек. Попади вы ко мне на землю, я бы вдребезги разбился, но нашел бы вам еду по вкусу. Не понимаю, сказала она без выражения. Что такое рыба? С отвращением жуя жирный кусок, Максим взял бумагу и изобразил леща анфас. Она внимательно изучила рисунок и положила в карман халата. Все рисунки, которые делал Максим, она забирала и куда-то уносила. Максим рисовал много, охотно и с удовольствием. Свободное время и по ночам, когда не спалось. Делать здесь было совершенно нечего. Он рисовал животных, людей, чертил таблицы, диаграммы, воспроизводил анатомические разрезы. Он изображал профессора Мигу. Он вычерчивал универсальные таблицы линкоса, схемы машин, диаграммы исторических последовательностей. Он изводил массу бумаги, и все это исчезало в кармане рыбы без всяких видимых последствий для процедуры контакта. У профессора Мигу, он же бегемот, была своя метода, и он не намеревался от нее отказываться. Универсальная таблица линкоса, изучение которой должен начинаться любой контакт бегемота, совершенно не интересовала. Местному языку пришельца обучала только рыба, да и то лишь для удобства общения, чтобы закрывал окно и не ходил без балахона. Эксперты к контакту не привлекались вовсе. Максимом занимался бегемот, и только бегемот. Правда, в его распоряжении находилось довольно мощное средство исследования. Ментоскопическая техника. И Максим приводил в стендовом кресле по 14-16 часов в сутки. Причем, ментоскоп у бегемота был хорош. Он позволял довольно глубоко проникать в воспоминания и обладал весьма высокой разрушающей способностью. Располагая такой машиной, можно было, пожалуй, обойтись и без знания языка. Но бегемот пользовался ментоскопом как-то странно. Свои ментограммы он отказывался демонстрировать категорически и даже с некоторым негодованием. А к ментограммам Максима относился своеобразно. Максим специально разработал целую программу воспоминаний, которые должны были дать аборигенам достаточно полное представление о социальной, экономической и культурной жизни Земли. Однако ментограммы такого рода не вызывали у бегемота никакого энтузиазма. Бегемот кривил физиономию, мычал, отходил, принимался звонить по телефону или, усевшись за стол, начинал нудно пилить ассистента, часто повторяя при этом сочное словечко. Масаракш. Зато когда на экране Максим взрывал на воздух ледяную скалу, придавившую корабль, или скорчером разносил в кулочья панцирного волка, или отнимал экспресс-лабораторию у гигантского глупого псидотупрупта бегемота, было за уши не оттянуть от ментоскопа. Он тихо взвизгивал, радостно хлопал себя ладонями по лысине и грозно орал на изнуренного ассистента, следящего за записью изображения. Зрелище вызывало у профессора такой восторг, словно он никогда в жизни не видел ничего подобного, и очень нравились ему любовные сцены, заимствованные Максимом главным образом из кинофильмов специально для того, чтобы дать аборигенам какое-то представление об эмоциональной жизни человечества. Такое нелепое отношение к материалу наводило Максима на печальные размышления. Создавалось впечатление, что бегемот никакой не профессор, а просто инженер-ментоскоптик, готовящий материал для подлинной комиссии по контакту, с которым Максиму предстоит еще встретиться, а когда это случится – неизвестно. Тогда получалось, что бегемот – личность довольно примитивная, вроде мальчишки, которого в войне и мире интересуют только батальные сцены. Это обижало. Максим представлял Землю. И, честное слово, имел основание рассчитывать на более серьезного партнера по контакту. Правда, можно было предположить, что этот мир расположен на перекрестке неведомых межзвездных трасс, и пришельцы здесь не редкость. До такой степени не редкость, что ради каждого вновь прибывшего здесь уже не создают специальных авторитетных комиссий, а просто выкачивают из него наиболее эффективную информацию и этим ограничиваются. За такое предположение говорила оперативность, с которой люди со светлыми пуговицами, явно не специалисты разобрали ситуации и без всяких ахов и охов направили пришельца прямо по назначению. А может быть, какие-нибудь негундомоноиды, побывавшие здесь раньше, оставили по себе настолько дурное воспоминание, что теперь аборигены относятся ко всему инопланетному с определенным и оправданным недоверием. И тогда вся возня, которую разводит вокруг ментоскопа профессор-бегемот, есть только видимость контакта, оттяжка времени, пока некие высокие инстанции решат его судьбу. Так или иначе, а дело мое дрянь, решил Максим, давясь последним куском. Надо скорее учить язык, и тогда все выяснится. — Хорошо, — сказала рыба, забирая у него тарелку, — пойдемте. Максим вздохнул и поднялся. Они вышли в коридор. Коридор был длинный, грязно-голубой, справа и слева тянулись ряды закрытых дверей, точно таких же, как дверь в комнату Максима. Максим никогда здесь никого не встречал, но раза два слышал из-за дверей какие-то странные возбужденные голоса. Возможно, там тоже содержались пришельцы, ожидающие решения своей судьбы. Рыба шла впереди широким мужским шагом, прямая как палка, и Максиму вдруг стало очень жалко ее. Эта страна, видимо, еще не знала промышленности, красоты. И бедная рыба была предоставлена самой себе. С этими жидкими, бессветными волосами, торчащими из-под белой шапочки, с этими огромными, выпирающими под халатом лопатками, с безобразно тощими ножками, совершенно невозможно было, наверное, чувствовать себя на высоте, разве что с инопланетными существами, да и то с негуноидными. Ассистент профессора относился к ней пренебрежительно, а бегемот и вовсе ее не замечал и обращался к ней не иначе как и-ы-ы, что, вероятно, соответствовало у него и-ы-ы. Максим вспомнил свое собственное, не бог весть, какое к ней отношение и ощутил угрызение совести. Он догнал ее, погладил по костлявому плечу и сказал «Нолу молодец, хорошая». Она подняла к нему сухое лицо и сделалась, как никогда похожей на удивленного леща Анфас. Она отвела его руку, сдвинула едва заметные брови и строго объявила «Максим нехороший, мужчина-женщина, не надо». Максим сконфузился и снова предстал. Так они дошли до конца коридора. Рыба толкнула дверь, и они очутились в большой светлой комнате, которую Максим называл про себя приемной. Окна здесь были безвкусно декорированы, прямоугольная решетка из толстых железных прутьев, высокая, обитая кожей дверь вела в лабораторию бегемота, а у двери этой всегда почему-то сидели два очень рослых, малоподвижных аборигена. Не отвечающих на приветствие и находящихся как будто в постоянном трансе. Рыба, как всегда сразу, прошла в лабораторию, оставив Максима в приемной. Максим, как всегда, поздоровался. Ему, как всегда, не ответили. Дверь в лабораторию осталась приоткрытой. Оттуда доносился громкий, раздраженный голос бегемота и звонкое щелканье включенного ментоскопа. Максим подошел к окну, некоторое время смотрел на туманный, мокрый пейзаж, на лесистую равнину, рассеченную лентой автострады, на высокую металлическую башню, едва видимую в тумане, быстро соскучился и, не дожидаясь зова, вошел в лабораторию. Здесь, как обычно, приятно пахло озоном. Мерцали дублирующие экраны. Пляшивый заморенный ассистент с именем, кличкой Торшер, делал вид, что настраивает аппаратуру и с интересом прислушивался к скандалу. В лаборатории имел место скандал. В кресле бегемота, за столом бегемота, сидел незнакомый человек с квадратным лицом и красными глазами. Бегемот стоял перед ним, расставив ноги, уперев руки в бока и слегка наклонившись. Он орал. Шея у него была сизая. Лысина пламенела закатным пурпуром. Изо рта далеко во все стороны летели брызги. Стараясь не привлекать к себе внимания, Максим тихонько прошел к своему рабочему месту и негромко поздоровался с ассистентом. Торшер, существо нервное, задерганное, в ужасе отскочил и подскользнулся на толстом кабеле. Максим едва успел подхватить его за плечи, и несчастный обмяк, закатив глаза. Ни кровинки не осталось в его лице. Странный это был человек. Он до судорог боялся Максима. Откуда-то неслышно возникла рыба с флакончиком, который тут же был поднесен к носу Торшера. Торшер икнул и ожил, прежде чем он снова ускользнул в небытие. Максим прислонил его к железному шкафу и поспешно, поспешно отошел. Усевшись в стендовое кресло, он обнаружил, что незнакомец перестал слушать бегемота и внимательно разглядывает его, Максима. Максим приветливо улыбнулся. Незнакомец слегка наклонил голову. Тот бегемот с ужасным треском ахнул кулаком по столу и схватился за телефонный аппарат. Воспользовавшись образовавшейся паузой, незнакомец произнес несколько слов, из которых Максим разобрал только «надо» и «не надо». Взял со стола листок плотно-голубоватой бумаги с ярко-зеленой каймой и помахал им в воздухе перед лесом бегемота. Бегемот досадливо отмахнулся и тотчас же принялся лаять в телефон. «Надо, не надо» и «непонятное масракш». Сыпались из него, как из рога изобилия. И еще Максим уловил слово «окно». Все кончилось тем, что бегемот в раздражении швырнул наушник, еще несколько раз рявкнул на незнакомца, заплевав его с головы до ног и выкатился, хлопнув дверью. Тогда незнакомец вытер лицо носовым платком, поднялся с кресла, открыл длинную плоскую коробку, лежащую на подоконнике, и извлек из нее какую-то темную одежду. «Идите сюда», – сказал он Максиму, – «одевайтесь». Максим оглянулся на рыбу. «Идите», – сказала рыба, – «одевайтесь». «Надо». Максим понял, что в его судьбе наступает, наконец, долгожданный поворот, что где-то кто-то что-то решил. Забыв о наставлениях рыбы, он тут же сбросил уродливый балахон и с помощью незнакомца облачился в новое одеяние. Одеяние это, на взгляд Максима, не отличалось ни красотой, ни удобством, но оно было точно такое же, как на незнакомце. Можно было предположить даже, что незнакомец пожертвовал свое собственное запасное одеяние, ибо рукава куртки были коротки, а штаны висели сзади мешком и сваливались. Впрочем, всем остальным присутствующим вид Максима в новой одежде пришелся по душе. Незнакомец ворчал что-то одобрительное. Рыба, смягчив черты лица, насколько это возможно для леща, оглаживала Максиму плечи и одергивала на нем куртку. И даже Торшер бледно улыбался, укрывшись за пультом. «Идемте», – сказал незнакомец и направился к двери, в которую выкатился бегемот. «До свидания», – сказал Максим рыбе. «Спасибо», – добавил он на линкосе. «До свидания», – ответила рыба. «Максим хороший, здоровый, надо». Кажется, она была растрогана, а может быть, озабочена тем, что костюм неважно сидит. Максим махнул рукой бледному Торшеру и поспешил вслед за незнакомцем. Они прошли через несколько комнат, заставленных неуклюжей аппаратурой, спустились в гремящем лифте на первый этаж и оказались в обширном вестибюле, куда несколько дней назад Гай привел Максима. И как несколько дней назад снова пришлось ожидать, пока пишутся какие-то бумаги, пока смешной человечек в нелепом головном уборе царапает что-то на розовых картонках, а красноглазый незнакомец царапает что-то на зеленых. А девица с оптическими усилителями на глазах делает на этих картонках фигурные вырезы. А потом все меняется картонками, и все меняются. Причем запутываются и кричат друг на друга, и хватаются за телефонный аппарат. И, наконец, человечек в нелепом головном уборе забирает себе две зеленые и одну розовую картонку. Причем розовую картонку он рвет пополам и половину отдает девице, делающей вырезы. А шелышащийся незнакомец получает две розовые картонки, синюю толстую картонку и еще круглый металлический жетон с выбитой на нем надписью. И все это минуту спустя отдает рослому человеку со светлыми пуговицами, стоящему у выходной двери. В двадцати шагах от человечка в нелепом головном уборе, когда они уже выходят на улицу, рослый вдруг принимается сипло кричать, и красноглазый незнакомец снова возвращается. И выясняется, что он забыл забрать себе синий картонный квадратик, и он забирает себе синий картонный квадратик и с глубоким вздохом запихивает куда-то за пазуху. Только после этого, уже успевший промокнуть Максим, получает возможность сесть в нерационально длинный автомобиль по правую сторону от красноглазого, который раздражен, пыхтит и часто повторяет любимое заклинание бегемота – Масракш. Машина заворчала, мягко тронулась с места, выбрались из неподвижного стада других машин, пустых и мокрых, прокатились по большой площадке асфальтной перед зданием. Обогнула огромную клумбу с вялыми цветами, мимо высокой желтой стены, выкатилась к повороту на шоссе и резко затормозила. Масракш снова прошипел красноглазый и выключил двигатель. По шоссе тянулась длинная колонна одинаковых пятнистых грузовиков с кузовами из криво склепанного гнутого железа. Над железными бортами торчали ряды неподвижных округлых предметов, влажно отсвечивающих металлом. Грузовики двигались неторопливо, сохраняя правильные интервалы, мерно клокоча моторами и распространяя ужасное зловоние органического перегара. Максим оглядел дверцу со своей стороны, сообразил, что к чему, и поднял стекло. Красноглазый, не глядя на него, произнес длинную фразу, оказавшуюся совершенно непонятной. «Не понимаю», — сказал Максим. Красноглазый повернул к нему удивленное лицо и, судя по интонации, спросил что-то. Максим покачал головой. «Не понимаю», — повторил он. Красноглазый как будто удивился еще более. Полез в карман, вытащил плоскую коробочку, набитую длинными белыми палочками. Одну палочку сунул себе в рот, а остальные предложил Максиму. Максим из вежливости принял коробочку и стал ее рассматривать. Коробочка была картонная, от нее остро пахло какими-то сухими растениями. Максим взял одну из палочек, откусил кусочек и пожевал. Затем он поспешно опустил стекло, высунулся и сплюнул. Это была не еда. «Не надо», — сказал он, возвращая коробочку красноглазому. «Невкусно». Красноглазый, полуоткрыв рот, смотрел на него. Белая палочка, прилипнув, висела у него на губе. Максим, в соответствии с местными правилами, прикоснулся пальцем к кончику своего носа и представился. «Максим». Красноглазый пробормотал что-то, в руке у него вдруг явился огонек. Он погрузил в него конец белой палочки и сейчас же автомобиль наполнился тошнотворным дымом. «Масаракш», — вскричал Максим с негодованием и распахнул дверцу. «Не надо». Он понял, что это за палочки. Когда они ехали с Гаем, почти все мужчины отравляли воздух точно таким же дымом. Но для этого они пользовались не белыми палочками, а короткими и длинными деревянными предметами, похожими на детские свистульки древних времен. Они вдыхали какой-то наркотик, обычай, несомненно, вреднейший. И тогда Максим утешался только тем, что симпатичный Гай был, по-видимому, тоже категорически против этого обычая. Незнакомец поспешно выбросил наркотическую палочку за окно и почему-то помахал ладонью перед своим лицом. Максим на всякий случай тоже помахал ладонью, а затем снова представился. Оказалось, что Красноглазого зовут Фанк. На чем разговор и прекратился. Минут пять они сидели, благожелательно переглядываясь, и по очереди указывая друг на друга на бесконечную колонну грузовиков, повторяли «Масаракш!». Потом бесконечная колонна кончилась, и Фанк выбрался на шоссе. Вероятно, он очень спешил. Во всяком случае, он немедленно сделал так, что двигатель заревел бархатным ревом. Затем включил какое-то гнусное воющее устройство и, не соблюдая на взгляд Максима никаких правил безопасности, погнал по автостраде в обгон колонны, едва успевая увертываться от машин, мчавшихся навстречу. Они обогнали колонну грузовиков, обошли, чуть ли не вылетев на обочину, широкий красный экипаж с одиноким, очень мокрым водителем. Проскочили мимо деревянной повозки на огромных человеческий рост вихляющихся колесах, влекомые бесхвостным ископаемым животным. Воем загнали в канаву группу пешеходов в брезентовых плащах, влетели под сень мокрых раскидистых деревьев, ровными рядами высаженных по обе стороны дороги. Фанк все увеличивал скорость, встречный поток воздуха ревел в обтекателях, напуганные воем экипажи впереди прижимались к обочинам, уступая дорогу. Машина оказалась Максиму не приспособленной для таких скоростей, слишком неустойчивой, и ему было немного неприятно. Вскоре дорогу обступили дома, автомобиль ворвался в город, и Фанк был вынужден резко понизить скорость. Улицы были несоразмерно узки и буквально забиты экипажами. Автомобиль Фанка еле плелся, стиснутый со всех сторон самыми разнообразными механизмами. Впереди, заслоняя полнеба, громоздилась задняя стенка фургона, покрытая оляповатыми разноцветными надписями и грубыми изображениями людей и животных. Слева, не обгоняя и не отставая, ползли два одинаковых автомобиля, набитых мужчинами и женщинами. Красивыми женщинами, яркими, не то что рыба. Еще левее, железно громыхали единственным колесом, брела некая разновидность, разновидность, громата, поминутно сыплющая синими и зелеными искрами, дочерно заполненная пассажирами. Справа был тротуар. Неподвижная полоса асфальта, запрещенная для транспорта. По тротуару густым потоком шли люди. Странные одежды, фиолетовых и черных тонов. Сталкивались, обгоняли друг друга, увертывались друг от друга, протискивались плечом вперед. То и дело забегали в раскрытые, ярко освещенные двери и смешивались с толпами, кишащими, за огромными, запотевшими витринами. А иногда вдруг собирались большими группами, создавая пробки и водовороты, вытягивая шеи, заглядывая куда-то. Здесь было очень много худых и бледных лиц, очень похожих на лицо рыбы. Почти все люди были некрасивы, излишне, не по-здоровому сухопары, излишне бледны, неловки, угловаты. Но они производили впечатление людей довольных. Они часто и охотно смеялись, они вели себя непринужденно, глаза их блестели, повсюду раздавались громкие оживленные голоса. Пожалуй, это скорее все-таки достаточно организованный мир, думал Максим. Дома выглядят довольно жизнерадостно. Почти во всех окнах свет по случаю сумеречного дня. А значит, недостатка в энергии электро у них во всяком случае нет. Очень весело перемигиваются разноцветные огни над крышами, улицы чисто вымыты, почти все люди одеты аккуратно. А что до осунувшихся лиц? Что ж, мир бедный, не совсем здоровый и, тем не менее, достаточно благополучный на вид. И вдруг на улице что-то переменилось. Раздались возбужденные крики. Какой-то человек полез на стеклянный киоск и, повиснув на нем, стал энергично кричать, размахивая свободно рукою. На тротуаре запели. Люди остановились. Срывали головные уборы. Выкатывали глаза и пели. Кричали до хрипа, поднимая узкие лица к огромным разноцветным надписям. «Масаракш!» – прошептал Макш. Фанк. И машина вильнула. Максим посмотрел на него. Фанк был смертельно бледен. Лицо его исказилось. Мотая головой, он с трудом оторвал руку от руля и уставился на часы. «Масаракш!» – простонал он и сказал еще несколько слов, из которых Максим узнал только не понимая. Потом он оглянулся через плечо, и лицо его исказилось еще сильнее. Максим тоже оглянулся. Но позади не было ничего особого. Там двигался закрытый ярко-желтый автомобиль, квадратный, как коробка. На улице кричали совершенно уже нестерпимо. Но Максиму было не до того. Фанк явно терял сознание. А машина продолжала двигаться. А фургон впереди затормозил. Вспыхнули его яркие сигнальные огни. И вдруг размалеванная стенка надвинулась. Раздался отвратительный скрежет. Глухой удар. И дыбом встал исковерканный капот. «Фанк!» – крикнул Максим. «Фанк!» – не надо. Фанк лежал, уронив голову и голову на овальный руль. И громко часто стонал. Вокруг визжали тормоза. Движение останавливалось. Выли сигналы. Максим потряс фанка за плечо. Бросил, распахнул дверцу. И, высунувшись, закричал. «Сюда!» «Ему плохо!» У автомобиля уже собралась поющая, орущая, голдящая толпа. Энергично взмахивали руки. Сотрясались над головами вздетые кулаки. Десятки пар налитых, выкачанных глаз, бешено вращались в орбитах. Максим совершенно ничего не понимал. То ли эти люди были возмущены аварией, то ли ничему-то без памяти радовались, то ли кому-то грозили. Кричать было бесполезно. Не слышно было самого себя. И Максим снова вернулся к фанку. Теперь тот лежал, откинувшись на спину, запрокинув лицо и изо всех сил мял ладонями виски, щеки, череп на губах, и его пузырилась слюна. Максим понял, что его мучает нестерпимая боль, и крепко взял его за локти, торопливо напрягаясь, готовясь перелить боль в себя. Он не был уверен, что это получится с существом другой планеты. Он искал и не мог найти нервный контакт. А тут еще вдобавок фанк оторвал руки от висков. Стал изо всех своих невеликих сил толкать Максима в грудь. Что-то отчаянно бормоча, плачущим голосом. Максим понимал только. Идите, идите. Было ясно, что фанк не в себе. Тут дверца рядом с франком распахнулась. В машину просунулись два разгоряченных лица под черными беретами, сверкнули ряды металлических пуговиц, и сейчас же множество твердых крепких рук взяли Максима за плечи, за бока, за шею, оторвали от фанка и вытащили из машины. Он не сопротивлялся. В этих руках не было угрозы или злого намерения. Скорее наоборот. Отодвинутые в голдящую толпу, он видел, как двое в беретах повели согнутого скрученного фанка к желтой квадратной машине. А еще трое в беретах оттесняли от него людей, размахивающих руками. Потом толпа с ревом сомкнулась вокруг покалеченной машины. Машина неуклюже зашевелилась, приподнялась, повернулась боком, мелькнули в воздухе медленно крутящиеся резиновые колеса, и вот она уже лежит крышей вниз. А толпа лезет на нее, и все кричат, поют, и все охвачены каким-то яростным бешеным весельем. Максим, его, Максима, показалось ему, оттеснили к стене дома. Да, на самом деле так и было. Прижали к мокрой стеклянной витрине, и, вытянув шею, он увидел поверх голов, как желтый квадратный автомобиль, издавая медный клекот, задвигался, засверкал множеством ярких огней, протиснулся через толпу людей и машин и исчез из вида. Глава четвертая Поздно вечером Максим понял, что сыт по горло этим городом, что ему больше ничего не хочется видеть, а хочется чего-нибудь съесть. Он провел на ногах весь день, увидел необычайно много, почти ничего не понял, узнал простым подслушиванием несколько новых слов, и отождествил несколько местных букв на вывесках и афишах. Несчастный случай с Фанком смутил и удивил его, но, в общем, он был даже доволен, что снова предоставлен самому себе. Он любил самостоятельность, и ему очень не хватало самостоятельности все это время, пока он сидел в бегемотовом пятиэтажном термитнике с плохой вентиляцией. Поразмыслив, он решил временно потеряться. Вежливость вежливостью, а информация информацией. Процедура контакта, конечно, дело священное, но лучшего случая получить независимую информацию, наверное, не найдется. Город поразил его воображение. Он сжался к земле. Все движение здесь шло либо по земле, либо под землею. Гигантские пространства между домами и над домами пустовали, отданные дыму, дождю и туману. Город был серый, дымный, бесцветный, какой-то везде одинаковый, не зданиями своими, среди которых попадались довольно красивые, не однообразным кишением, толп на улицах, не бесконечной своей сыростью, не удивительной безжизненностью сплошного камня и асфальта. Он был похож на гигантский часовой механизм, в котором нет повторяющихся деталей, но все движется, вращается, сцепляется, рассцепляется в едином вечном ритме, изменение которого означает только одно – неисправность, поломку, остановку. Странный, ни на что не похожий, невиданный мир. Вероятно, он был достаточно сложен и управлялся многими законами, но один и главный закон Максим уже открыл для себя – делает то же, что делают все, и так же, как делают все. Впервые в жизни ему хотелось быть, как все. И Максим делал, как все. Вместе с толпой он валивался в гулки общественные склады под грязными крышами, вместе со всеми покидал эти склады, вместе со всеми спускался под землю, втискивался в переполненные электрические поезда, мчался куда-то, в невообразимом грохоте, лязге, подхваченный потоком снова выходил на поверхность, на какие-то улицы, совершенно такие же, как старые. Потом наступил вечер. Зажглись несильные фонари, подвешенные высоко над землей и почти ничего не освещающие. На больших улицах стало совсем уже тесно. И, отступая перед этой теснотой, Максим оказался в каком-то полупустом, полутемном переулке. Здесь он понял, что на сегодня с него довольна. И остановился. Он увидел три светящихся золотистых шара, мигающую синюю надпись, свитую из стеклянных трубок, и дверь, ведущую в полуподвальное помещение. Он уже знал, что тремя золотистыми шарами обозначаются, как правило, места, где кормят. Он спустился по щербатым ступеням и увидел залицу с низким потолком. Десяток пустых столиков, пол, толсто посыпанный довольно чистыми опилками, стеклянный буфет, уставленный подсвечными бутылками с радужными жидкостями. В этом кафе почти никого не было. За никелированным барьером возле буфета медлительно двигалась рыхлая пожилая женщина в белой куртке, засученными рукавами. Поодаль за круглым столиком сидел в небрежной позе, малорослый, но крепкий человек с бледным квадратным лицом и толстыми черными усами. Максим вошел, выбрал себе столик в нише, подальше от буфета и уселся. Рыхлая женщина за барьером поглядела в его сторону и что-то хрипло громко сказала. Усатый человек тоже взглянул на него пустыми глазами. Отвернулся, взял стоявший перед ним длинный стакан с прозрачной жидкостью, пригубил и поставил на место. Где-то хлопнула дверь. И в Зальце появилась молоденькая и милая девушка в белом кружевном переднике. Нашла Максима глазами, подошла, оперлась пальцами о столик и стала смотреть поверх его головы. У нее была чистая нежная кожа, легкий пушок на верхней губе и красивые серые глаза. Максим галантно прикоснулся пальцами к кончику своего носа и произнес, Максим, девушка с изумлением посмотрела на него, словно только теперь увидела. Она была так мила, что Максим невольно улыбнулся до ушей. И тогда она тоже улыбнулась, показала себе на нос и сказала «Рада». «Хорошо», сказал Максим. «Ужин». Она кивнула и что-то спросила. Максим на всякий случай тоже кивнул. Он, улыбаясь, посмотрел ей вслед. Она была тоненькая, легкая и приятно было вспомнить, что в этом мире тоже есть красивые люди. Рыхлая женщина у буфета произнесла длинную ворочливую фразу и скрылась за своим барьером. Тут Максим обнаружил, что усатый смотрит на него. Неприятно смотрит. Недружелюбно. И если приглядеться, то и сам он какой-то неприятный. Трудно сказать, в чем здесь дело, но он ассоциируется почему-то не то с волком, не то с обезьяной. Ну и пусть. Не будем о нем. Рада снова появилась и поставила перед Максимом тарелку с дымящейся кашей из мяса и овощей и толстую стеклянную кружку с пенной жидкостью. Хорошо, сказал Максим и приглашающий похлопал по стулу рядом с собой. Ему очень захотелось, чтобы Рада посидела тут же, пока он будет есть. Рассказала бы ему что-нибудь, а он бы послушал ее голос и чтобы она почувствовала, как она ему нравится и как ему хорошо рядом с нею. Но Рада только улыбнулась и покачала головой. Она сказала что-то. Максим разобрал слово сидеть и отошла к барьеру. Жалко, подумал Максим. Он взял двузубую вилку и принялся есть, пытаясь из 30 известных ему слов составить фразу, выражающую дружелюбие, симпатию, потребность в общении. Рада, прислонившись спиной к барьеру, стояла, скрестив руки на груди и поглядывала на него. Каждый раз, когда глаза их встречались, они улыбались друг к другу и Максима несколько удивлялась, что улыбка Рады с каждым разом становилась все бледнее и неуверенней. Он испытывал весьма разнородные чувства. Ему было приятно смотреть на Раду, хотя к этому ощущению примешивалось растущее беспокойство. Он испытывал удовольствие от еды, оказавшейся неожиданно вкусной и довольно питательной. Одновременно он чувствовал на себе косой, давящий взгляд усатого человека и безошибочно улавливал истекающие из-за барьера неудовольствия рыхлой женщины. Он осторожно отпил из кружки. Это было пиво холодное, свежее, но, пожалуй, излишне крепкое на любителя. Усатый что-то сказал и Рада подошла к его столику. У них начался какой-то приглушенный разговор, неприятный и неприязненный. Но тут на Максима напала муха и ему пришлось вступить в борьбу. Муха была мощная, синяя, наглая. Она наскакивала, казалось, со всех сторон сразу. Она гудела и завывала словно объясняясь Максиму в любви. Она не хотела улетать. Она хотела быть здесь, с ним и с его тарелкой, ходить по ним, облизывать их. Она была упорна и многословна. Кончилось все тем, что Максим сделал неверное движение и она обрушилась в пиво. Максим брезгливо перестал, переставил кружку на другой столик и стал доедать рагу. Подошла рада и уже без улыбки, глядя в сторону, спросила что-то. Да, сказал Максим на всякий случай. Рада хорошая. Она глянула на него с откровенным испугом, отошла к барьеру и вернулась, неся на блюдечке маленькую рюмку с коричневой жидкостью. «Вкусно», сказал Максим, глядя на девушку, ласково и озабоченно. «Что плохо?» «Рада, сядьте здесь говорить. Надо говорить, не надо уходить». Эта тщательно продуманная речь произвела на Раду неожиданно дурное впечатление. Максиму показалось даже, что она вот-вот заплачет. Во всяком случае, у нее задрожали губы. Она прошептала что-то и убежала из зала. Рыхлая женщина за барьером произнесла несколько негодующих слов. «Что-то я не так делаю», обеспокоенно подумал Максим. Он совершенно не мог себе представить, что он только понимал. Ни усатый человек, ни рыхлая женщина не хотят, чтобы рада с ним сидеть и говорить. Но поскольку они явно не были представителями администрации и стражами законности, и поскольку он, Максим, очевидно, не нарушал никаких законов, мнение этих рассерженных людей не следовало, вероятно, принимать во внимание. Усатый человек произнес нечто сквозь зубы, негромко, но с совсем уже неприятной интонацией. Залпом допил свой стакан, извлек из-под стола толстую черную полированную трость, поднялся и не спеша приблизился к Максиму. Он сел напротив, положил трость поперек стола и, не глядя на Максима, но обращаясь явно к нему, принялся цедить медленные тяжелые слова, часто повторяя «Масаракш». И речь его казалась Максиму такой же черной и отполированной от частного потребления, как его уродливая трость. И в речи этой была черная угроза и вызов, неприязнь. И все это как-то странно замывалось равнодушием интонации, равнодушием на лице и пустотой бессветных остекленелых глаз. «Не понимаю», сказал Максим «Сердито». Тогда Усатый медленно повернул к нему белое лицо, поглядел как бы насквозь медленно, раздельно задал какой-то вопрос и вдруг ловко выхватил из трости длинный блестящий нож с узким лезвием. Максим даже растерялся, не зная что сказать и как реагировать, он взял со стола вилку и повертел ею в пальцах. Это произвело на Усатого неожиданное действие. Он мягко, не вставая, отскочил, повалив стул, нелепо присел, выставив вперед свой нож, усы его приподнялись и обнажились желтые длинные зубы. Рыхлая женщина за барьером оглушительно завизжала. Максим от неожиданности подскочил. Усатый вдруг оказался совсем рядом, но в ту же секунду откуда-то появилась Рада и встала между ним и Максимом и принялась громко и звонко кричать. Сначала она усатого, а потом повернувшись на Максима. Максим совсем уже ничего не понимал, а усатый неприятно заулыбался, взял свою трость, спрятал в нее нож и спокойно пошел к выходу. В дверях он обернулся, бросил несколько немгромких слов и скрылся. Рада бледная с дрожащими губами подняла поваленный стул, вытерла салфеткой пролитую настал коричневую жидкость, забрала грязную посуду, унесла. Вернулась и что-то сказала Максиму. Максим ответил да. Но это не помогло. Рада повторила то же самое и голос у был раздраженный. Хотя Максим чувствовал, что она не столько рассержена, сколько испугана. Нет, сказал Максим и сейчас же женщина за барьером ужасно заорала, затрясла щеками и тогда Максим наконец признался не понимаю. Женщина выскочила из-за барьера ни на секунду не переставая кричать. Подлетела к Максиму встала перед ним оперев руки в бока и все вопила а потом схватила его за одежду и принялась грубо шарить по карманам. Ошеломленный Максим не сопротивлялся, он только твердил не надо и жалобно вглядывался на Раду. Рыхлая женщина толкнула его в грудь и словно приняв какое-то страшное решение помчалась обратно к себе за барьер и там схватила телефонный наушник фанк произнес Максим проникновенно фанк плохо идти плохо потом все как-то неожиданно разрядилось Рада сказала что-то рыхлой женщине та бросила наушник поклокотала еще немного и успокоилась Рада посадила Максима на прежнее место поставила перед ним новую кружку с пивом и к его неописуемому удовольствию и облегчению села рядом Некоторое она они с Радой вышли и через некоторое время Рада появилась уже без фартука в блестящем красном плаще с капюшоном и с большой клетчатой сумкой в руке идем сказала она и Максим скачил однако так сразу уйти не удалось рыхлая женщина опять подняла крик опять ей что-то не нравилось опять она чего-то требовала на этот раз она размахивала пером и листом бумаги некоторое время Рада спорила с нею но подошла вторая девушка и встала на сторону женщины речь шла о чем-то очевидном и Рада в конце концов уступила тогда они все втроем пристали к Максиму сначала и хором задавали один и тот же вопрос которого Максим естественно не понимал он только разводил руки затем Рада приказала всем замолчать легонько похлопала Максима по груди и спросила Максим Максим поправила Максим Максим Мак не надо Сим не надо Максим тогда Рада приставила палец к своему носику и произнесла Рада Гаал Максим Максим понял наконец что им зачем-то понадобилась его фамилия это было странно но гораздо больше его удивило другое Гаал произнес он Гай Гал воцарилась тишина все все были поражены Гай Гаал повторил Максим обрадованно Гай хороший мужчина поднялся шум все женщины говорили разом одновременно Рада теребила Максима и что-то спрашивала очевидно было что ей страшно интересует и интересно ей откуда Максим знает Гая Гай 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 мелькала в потоке непонятных слов вопрос о фамилии Максима был забыт Масаракш сказала наконец рыхлая женщина и захохотала и девушки тоже засмеялись и Рада вручила Максиму свою клетчатую сумку взяла его под руку и они вышли под дождь они прошли до конца эту плохую освещенную улочку и свернули в еще менее освещенный переулок с деревянными покосившимися домами по сторонам грязной мостовой неровно мощенный булыжником потом свернули еще раз и еще раз кривые улочки были пусты ни один человек не встречался им на пути сначала Рада оживленно болтала часто повторяя имя Гая а Максим то и дело подтверждал что Гай хороший но добавлял по-немецки что нельзя бить людей по лицу что это странно и что он Максим этого не понимает однако по мере того как улицы становились все уже темнее и стлякотнее речь Рады все чаще прерывалась иногда она останавливалась и вглядывалась в темноту и Максим думал что она выбирает дорогу по суше но она искала в темноте что-то другое потому что луж она не видела и Максиму приходилось каждый раз легонько оттягивать ее на сухие места а там где сухих мест не было он брал ее подмышку и приносил ей это нравилось каждый раз она замирала от удовольствия но тут же забывала об этом потому что она боялась чем дальше они уходили от кафе тем больше она боялась сначала Максим пытался найти с нею нервный контакт чтобы передать ей немного бодрости и уверенности но как и с фанком этого не получилось и когда они вышли вышли из трещоб и оказались на совсем уже грязной немощенной дороге справа от которой тянулся бесконечный мокрый забор с ржавой колючей проволокой наверху а слева непроглядно черный зловонный пустырь без единого огонька рада совсем увяла она чуть не плакала и Максим чтобы хоть немножко поднять настроение принялся во все горло петь подряд самые веселые из известных ему песен и это помогло но ненадолго лишь до конца забора а потом снова потянулись дома длинные желтые двухэтажные с темными окнами из них пахло остывающим металлом органической смазкой еще чем-то душным и чадным редко и мутно горели фонари а вдали под какой-то глухой аркой стояли нахохлившиеся мокрые люди и рада остановилась она вцепилась в его руку и заговорила шепотом она была полна страха за себя и еще больше за него шепча она потянула его назад и он повиновался думая что ей от этого станет лучше но потом понял что это просто безрассудный акт отчаяния и уперся пойдемте сказал он ей ласково пойдемте рада плохо нет хорошо она послушалась как ребенок он повел ее хотя и не знал дороги и вдруг понял что она боится этих мокрых фигур и очень удивился потому что в них не было ничего страшного и опасного так себе обыкновенные скручившиеся под дождем аборигены стоят и трясутся от сырости сначала их было двое потом откуда-то появился третий четвертый с огоньками наркотических палочек Максим шел по пустой улице между желтыми домами прямо на эти фигуры а рада все теснее прижималась к нему и он обнял ее за плечи ему вдруг пришло в голову что он ошибается что рада дрожит не от страха а просто от холода в мокрых людях не было совершенно ничего опасного он прошел мимо них мимо этих сутулых длиннолицых озябших засунувших руки глубоко в карманы чтобы согреться жалких отравленных наркотиком и они как будто даже не заметили его с радой даже не подняли глаз хотя он прошел так близко что слышал их нездоровое неровное дыхание он думал что рада хоть теперь успокоиться они были уже под аркой и вдруг впереди как из-под земли будто отделившись от желтых стен появились и встали поперек дороги еще четверо таких же мокрых жалких но один из них был с длинной толстой тростью и Максим узнал его под куполом нелепой арки болталась на сквозняке голая лампочка стены были покрыты плесенью и трещинками под ногами был грязный цемент с грязными следами многих ног и автомобильных шин позади гулка затопали Максим оглянулся те четверо догоняли прерывисто и неровно дыша не вынимая рук из карманов выплевывая на бегу свои отвратительные наркотические палочки рада сдавленно вскрикнула отпустила его руку и вдруг стало тесно Максим оказался прижатым к стене вокруг вплотную к нему стояли люди они не касались его они держали руки в карманах они даже не смотрели на него просто стояли и не давали ему двинуться и через их головы он увидел что двое держат раду за руку и аусатый подошел к ней неторопливо переложил трость в левую руку и правой рукой также неторопливо и лениво ударил ее по щеке это было это было дико и невозможно что Максим потерял ощущение реальности что-то сдвинулось у него в сознании люди исчезли здесь было только два человека он и Рада а остальные исчезли вместо них неуклюже и страшно топтались по грязи жуткие и опасные животные не стало города не стало арки и лампочки над головой был край непроходимых гор страна озна Пандория была пещера гнусная западня устроенная голыми пятнистыми обезьянами и в пещеру равнодушно глядела размытая желтая луна и надо было драться чтобы выжить и он стал драться как дрался тогда на Пандория время послушно затормозилось секунды стали длинными длинными в течение каждой можно было сделать очень много разных движений нанести много ударов и видеть всех сразу они были неповоротливы эти обезьяны они привыкли иметь дело с другой дичью наверное они просто не успели сообразить что ошиблись в выборе что лучше всего им было бы бежать но они тоже пытались драться Максим хватал очередного зверя за нижнюю челюсть рывком вздергивал податливую голову и бил ребром ладони по бледной шее и сразу же поворачивался к следующему хватал вздергивал рубил и снова хватал вздергивал рубил в облаке зловонного хищного дыхания в голкой тишине пещеры в желтой полутьме и грязные кривые ногти рвали его за шею соскользнули желтые клыки глубоко впились в плечо и тоже соскользнули рядом уже никого не было а к выходу из пещеры торопился вожак с дубиной потому что он как и все вожаки обладал самой быстрой реакцией и первым понял что происходит и Максим мельком пожалел его как медленно его быстрая реакция секунды тянулись все медленнее и быстро ноги вожак едва перебирал ногами и Максим проскользнув между секундами поравнялся с ним и зарубил его на бегу и сразу остановился время вновь обрело нормальное течение пещера стала аркой луна лампочкой а страна озна Пандоре снова превратилась в непонятный город на непонятной планете более непонятной чем Пандора Максим стоял отдыхая опустив зудящие руки у ног его трудно копошился усатый вожак кровь текла из пораненного плеча Максима и тут рада взяла его руку и схлипнув провела его ладонью по своему мокрому лицу он огляделся на грязном цементном полу мешками лежали тела он машинально сосчитал их шестеро включая вожака и подумал что двое успели убежать ему было невыразимо приятно прикосновение рады и он знал что поступил так как должен был поступить и сделал то что должен был сделать ни каплей больше ни каплей меньше те кто успел уйти ушли он не догонял их хотя мог бы догнать даже сейчас он слышал как панически стучат их каблуки в конце туннеля а те кто не успел уйти те лежат и некоторые из них умрут а некоторые уже мертвы и он понимал теперь что это все таки люди а не обезьяны и не панцирные волки хотя дыхание их было зловонно прикосновение грязны а намерения хищны и отвратительны и все таки он испытывал какое-то сожаление и ощущал потерю словно потерял некую чистоту словно потерял неотъемлемый кусочек души прежнего Максима и знал что прежний Максим исчез навсегда и от этого ему было немного горько и это будило в нем какую-то незнакомую гордость пойдем Максим тихонько сказала рада и он послушно пошел за нею короче говоря вы его упустили я ничего не мог сделать вы сами знаете как это бывает черт побери фанк вам и не надо было ничего делать вам достаточно было взять с собой шофера я знаю что виноват но кто мог ожидать хватит об этом что вы предприняли как только меня выпустили я позвонил Мегу Мегу ничего не знает если он вернется Мегу сейчас же сообщит мне далее я взял под наблюдение все дома умалишенных он не может уйти далеко ему просто не дадут он слишком бросается в глаза дальше я поднял я поднял своих людей в полицию я приказал следить за всеми случаями нарушения порядка вплоть до нарушений правил уличного движения у него нет документов я распорядился сообщать мне об этом об всех задержанных без документов у него нет ни одного шанса скрыться даже если он захочет по-моему это дело двух-трех дней простое дело простое что могло быть проще сесть в машину съездить в телецентр и привезти сюда человека но вы даже с этим не справились виноват но такое стечение обстоятельств я сказал хватит об обстоятельствах он действительно похож на сумасшедшего трудно сказать больше всего он пожалуй похож на дикаря на хорошо отмытого ухоженного горца но я легко представляю себе ситуацию в которой он выглядит сумасшедшим и потом эта вечная идиотская улыбка кретинический лепет вместо нормальной речи и весь он какой-то дурак понятно я одобряю ваши меры и вот что еще фанк свяжитесь с подпольем что если вы не найдете его в ближайшие дни он непременно объявится в подполье не понимаю что делать дикарю в подполье в подполье много дикарей и не задавайте глупых вопросов а делайте что я вам говорю если вы упустите его еще раз я вас уволю второй раз я его не упущу рад за вас что еще любопытный слух о волдыре о волдыре что именно простите странник если разрешите я предпочел бы об этом шепотом на ухо не знаю «б��а» к и «б��а»